На 24 апреля в Краснодарском крае подтверждено 84 новых случая коронавируса. На сегодня в регионе 623 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. Скончались 18 человек, 118 граждан выписаны с выздоровлением. Дома под наблюдением врачей поликлиник находится 8041 кубанец, включая 387 детей. В медорганизации края обратилось 2253 человека с подозрением на коронавирус, из них 255 детей. В стационарах продолжают лечение 1210 граждан, в том числе 94 ребенка. Несмотря на рост заболевших, ситуация в Краснодарском крае достаточно стабильная. И тем не менее, нужно быть всегда готовым к тому, чтобы своевременно отреагировать на любое изменение обстановки. Это хорошо понимают сотрудники Министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Командно-штабное учение с развертыванием мобильного пункта временного размещения и привлечением краевого резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло в Славянске-на-Кубани. Основная цель учения – проверка готовности органов управления, сил и средств к реагированию на биолого-социальную чрезвычайную ситуацию, а также проверка состояния краевого резерва материальных ресурсов для ее ликвидации. Условная чрезвычайная ситуация, связанная с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки, отрабатывалась в нашем городе по 24 апреля. Учение прошло в два этапа. На первом этапе отрабатывали оповещение, сбор и организацию действующих органов управления территориальной подсистемой предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций при получении распоряжения по введению режима ЧАЭС. После чего сюда доставили сборные модули и приступили к развертыванию всего мобильного пункта временного размещения. На втором этапе продолжилась установка модулей, в том числе и подвижного пункта управления администрацией Краснодарского края. Здесь была организована работа медицинского пункта, подразделения охраны общественного порядка, пункта обеспечения питанием, санпропускника и других сопутствующих дежурных служб. Проверку готовности органов управления сил и средств территориальной подсистемы, пункта временного размещения провели министр ГОИЧС Краснодарского края Сергей Штриков, глава Славянского района Роман Синеговский и представители всех заинтересованных служб. Чрезвычайные ситуации на сегодняшний момент будут разные, начиная от пожароопасных, повадковоопасных. И, соответственно, как вы уже на сегодняшний момент понимаете, борьба с вирусами – это борьба с пандемией, которая на сегодняшний момент происходит во всем мире. Поэтому мы оцениваем сейчас здесь свои возможности. Можем мы с этим справиться или не можем. Здесь абсолютно развернут автономный лагерь на 700 человек с отдельным испытанием, с проживанием, с проведением совещаний, с принятием каких-то решений. Сергей Штриков подчеркнул, что проведение командно-штабного учения совсем не говорит об ухудшении санитарно-эпидемиологической обстановки. Просто проверяется готовность к слаженным и оперативным действиям. «Точно повода для беспокойства нет, точно нет. Но мы, как всегда, всегда, в министерстве ГОЧС должны проверять и понимать свои силы. Поэтому на сегодняшний момент обстановка на территории края стабильно напряженная, но она контролируемая. Все силы и средства, и медицины, и Роспотребнадзор знают, что они делают. Все, на самом деле, вся статистика и общая работа, она абсолютно прогнозируемая. Поэтому ни о чем беспокоиться не стоит». На итоговом совещании глава ведомства дал положительную оценку проведенному учению. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».